Пойду я облагораживать Флоренцию. Все, я больше никуда не пойду. Только что здесь сидел бомж, и я посижу. Флоренция. Сами римляне выбрали ей название «Цветущее» с прицелом на будущее и не ошиблись. Не скажу, что это была разумная идея поехать во Флоренцию на один день. Это как постоять у накрытого стола, который ломится изысканными блюдами, ухватить ложку другую, чего повкуснее, да и убежать голодным, облизываясь по пути и вспоминая с горечью, чего ты не успел попробовать. Но если хочется, то можно. Вот такие поезда ходят из Венеции в Неаполь. Ну и, соответственно, во Флоренцию рано утром здесь вообще кроме нас никого нет. Ну или почти никого. Как и несколько лет назад, Флоренция традиционно встречает нас дождем. С железнодорожного вокзала стоит только перейти дорогу, и ты попадаешь на площадь Санта-Мария-Новелла. И здесь вас ждет несколько вариантов. Кто-то, не пожалев 7,5 евро, пойдет в одноименную церковь Санта-Мария-Новелла и не прогадает главная доминиканская церковь Флоренции. Новелла значит новая и построена на месте старой. К сожалению, путешествуя по Италии, быстро привыкаешь к таким фасадам, более всего похожим на драгоценную шкатулку. Хотя, с какой стороны подойти? Кажется, что украсив главный фасад, у общин заканчивались деньги, и остальные фасады не облагораживали. Что касается флорентийской общины доминиканцев, то она не страдала от нехватки финансов. Во-первых, богатые флорентийские семьи покупали здесь погребальные часовни, ведь любое место на территории церкви и монастыря считается освященным. Во-вторых, и сами монахи не сидели сложа руки. Братья варили монастырские лекарства. И 800 лет назад открыли первую и самую старую не только во Флоренции аптеку, так что другие поспешат не в церковь, а в аптеку, и, наверное, не за лекарствами. Кто-то поспешит сюда за запахом с историей. Чем не подарок – королевская вода Агуа де ла Реджина, по рецепту 500-летней давности, которую Екатерина Медичи в знак любви преподнесла будущему мужу Генриху II Валуа и будущему королю Франции. Среди пажей, гвардейцев и дам ее окружения она захватила и самого парфюмера. В Париже он стал Рене-флорентийцем, а его лаборатория соединялась с апартаментами королевы секретным проходом, чтобы никто не смог похитить новый запах в пути, и королева первой смогла бы опробовать новый запах. Вы знали, что за Флоренцией закреплен статус международного города ароматов, и город называют «матерью современных ароматов». А все началось сотни лет назад именно в монастыре Санта-Мария-Новелла благодаря Ренату Бьянко, брошенному родителями и воспитанному монахами-алхимиками. Сегодня площадь Санта-Мария-Новелла выглядит несколько пустынной, но 500-800 лет назад все было по-другому. Если францисканцы проповедовали на площади Санта-Крочи, то площадь Санта-Мария-Новелла была создана специально для размещения множества верующих, пришедших на проповедь монахов-доминиканцев. По указу Козима I в 1563 году площадь превратилась в одно из мест проведения популярных гонок. Гонок с экипажами, похожими на римские колесницы. Мероприятие называлось «Палео Дей Кокки». Палео устраивалось накануне праздника Сан-Джованни Баттиста, покровителя Флоренции. А заветным призом для победителя была бархатная палео – ткань. Кареты носились вокруг двух пирамидальных деревянных конструкций, которые, впрочем, спустя четыре десятка лет заменили двумя мраморными обелисками. Сегодня только два эти обелиска на черепахах все еще остаются свидетелями традиций Флоренции. В 1800-х годах, когда площадь пересекли пути первого трамвая в городе, Палео больше не устраивали. Кто куда, а мы на пьяцца де Глянтинори. К палацу эпохи Возрождения маркизов Ан-Тенури. В 15 веке Никола Ан-Тенури купил вот этот дворец. И вы представляете, 27 поколений здесь живут, и все эти поколения до сих пор производят вино. Ох, класс! Дворец считается национальным достоянием, поэтому по итальянским законам вход во дворик частной собственности хозяева обязаны предоставить. И вход бесплатный. Ан-Тенури работали столетиями без перерыва. Сегодня это 10-й старейший семейный бизнес в мире. Да, в 15 веке Никола Ан-Тенури купил дворец, в котором до сих пор живут потомки, отец и три его дочери. Семья владеет землями по всей Тоскане. Не всегда семейство покупало земли под виноградники. Был и такой случай, когда аббатство подарило эти земли каждый год. Семейство доставляло в это аббатство тысячу бутылок вина. Тысячу бутылок вина, а монахов-то всего шесть. По статистике, в среднем в Италии выпивают примерно один бокал вина на человека в день, что составляет 33,5 литра в год. А на одного монаха из этого аббатства приходится 125 литра в год. Вот так из века в век флорентийцы покупали у семейства Монтинори вино. 24 часа в сутки придут, постучатся в окошечко, сунут денежку и получат свою баклажку с вином. Оплетка из соломы спасала бутылку от повреждений во время транспортировки. Кроме того, многие виноделы ежедневно рядом со своими окошками выставляли небольшие кувшины с вином и хлеб для самых бедных. Трудно представить, но веками ранее по этим улицам ходили Джотто, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, Боттичелли и многие другие. А в одном из переулков, возле дому, есть даже камень, на котором сидел часами Данте. Ну, сидел или не сидел, это дело десятое, но камень стоит и табличка прикручена. А на табличке то и написано «Настоящий камень Данте». Но на то она и историческая часть города, чтобы быть неразрывно связанной с историей. 15 век, а именно 1434 год, стал началом правления династии Медичи. История этого клана интересна и витиевата, но об этом в другой раз у нас всего-то один день на путешествии. Спустя 30 лет после смерти основателя, династии Козима I Старого, на его надгробной плите начертали отец Отечества. Он встал в один ряд с такими носителями почетного титула, как Ромул, основатель Рима, и римскими императорами Юрием Цезарем, Трояном, Каллигулой. Роду Медичи противостояли семьи Альбицы и Строцы, а мы как раз и находимся возле дворца Строцы. После череды побед и поражений на политическом Олимпе, Строцы строят дворец своего имени. В историческом центре Флоренции они выкупают изрядный участок земли вместе со всеми постройками. Филиппо Строцы призвал астрологов, которые рассчитали наиболее благоприятный день для начала строительства. Выбор пал на 6 августа 1492 года. Но то ли астрологи что-то не так посчитали, то ли Филиппо просто не повезло, но он даже не успел пожить во дворце, скончался раньше, чем закончилось строительство. Филиппо жаждал получить резиденцию не хуже той, что имелось у конкурирующей семьи. Получился такой же дворец, как палаццо Медичи Рикардо, только больше размером. Здание в три этажа. Чем выше этаж, тем мельче строительный камень. Романские окна наверху. Похожие дома быстро разбежались не только по Флоренции, но и по всей Европе. Самый знаменитый поросенок Флоренции находится в центре города, в лоджии Дель Мерката Ново. Вообще-то имя ему Вепарь. Но местные жители называют скульптуру нежно и ласково Порчелину, что и означает поросенок. Порчелина стоит возле нового рынка уже несколько веков. Более всего, появлению кабанчика-фонтанчика здесь были рады торговцы, мучимые жаждой. Но постепенно вокруг скульптуры возникло поверье. Люди заметили, что если начистить пятак лукавому кабану и бросить монетку ему в пасть, то торговля будет удачной. И если вы думаете, что на площади выставлен оригинал, то сильно ошибаетесь. Потому что оригинал находится в музее Бордини во Флоренции. Но в музее монетку в рот свиньи не засунешь. А вот на площади нового рынка всегда пожалуйста. В любое время дня и ночи. Но вернемся к Вепре Флорентийскому и выясним, зачем, в каком порядке, как правильно и почему традиционно нужно класть в пасть зверю свою нажитую непосильным трудом монетку. С тех пор, как возникло поверье, пожалуй, ни одна свинья в мире не перепробовала столько монет разного достоинства и разных стран. Ее морда, натертая миллионами алчущих рук, блестит золотом. И очередь из жаждущих разбогатеть привычно наполняет площадь. Более продвинутые уже успели зацепить свои замочки где-то в паховой области кабанчика. Наверное, стать богатым от этого не получится. Это другое. Итак, нужно начистить пятак свиньи, положить ей в рот монетку и смотреть. Если монетка провалилась сквозь решетку, то значит вас поцелует удача. Ну вот, муж забыл погладить Вепре морду. Придется мне идти все исправлять. А куда идут деньги, которые с щедрой рукой люди бросают ежесекундно, ежеминутно? Все деньги идут на благоустройство Флоренции. Так что если вы бросаете деньги, то все равно они даром не пропадут. То есть вы чуть-чуть внесли свою лепту в облагораживание этого города. Пойду и я облагораживать Флоренцию. Я видела некоторые. Оп, просто закидывают. Это твоя. И ничего, протолкнув самостоятельно монетку сквозь решетки, кажется, мы насильно поцеловали удачу. Но изнасилованная удача проявляет себя как-то вяло. А так как наше благосостояние зависит от наших туристов, то есть от вас, то мы приглашаем вас на наши экскурсии, если вы случайно или намеренно окажетесь в Барселоне. Но не спешите уходить с нового рынка. Кстати, новый рынок назвали специально, чтобы отличить его от старого рынка. По правде сказать, сейчас новый рынок, основанный в 16 веке, для нас совершенно древний. И он абсолютно не похож на то, как он выглядел раньше. Потому что изначально здесь торговали шелками, дорогими соломенными шляпами, золотыми изделиями, а сейчас торгуют чем попало. Так как рынок был элитный, то в угловых нишах лоджии планировали поместить скульптуры известных горожан. Но дело ограничилось только тремя скульптурами. Почему не стали ставить другие фигуры, неизвестно. Наверное, просто решили подложить свинью. Но интереснее всех фигур история камня позора или позорного камня. Не ищите камень на торговой площади. На самом деле нужно искать круглое пятно, похожее на колесо от телеги. Это колесо от корочек, военной колесницы, на которой помещались военные штандарты. Так и здесь стоял столб, на котором ежедневно поднимали городской штандарт. Но времена шли, и место приобрело совсем другое значение. К этому столбу стали привязывать неплатежеспособных глажников и нечестных купцов. Их не только привязывали цепью, но и спускали брюки и заставляли несколько раз вставать и насильно садиться так, чтобы осужденный бился ягодицами о камень. Такое вот средневековое зверство и стыд. Поэтому и место стали называть стыдным. Из этого унизительного обычая родились народные поговорки. И, возможно, выражение «полная жопа» пришло к нам из Италии и понимается как крупное невезение. Это просто счастье какое-то, что в древности города были защищены стенами. Поэтому достопримечательности находятся в шаговой доступности. Куда бы ни пошел, наткнешься на достопримечательность. Так можно и заблудиться. Поэтому целенаправленно идем в 1492 год, потому что это судьбоносный для Европы год. 1492 год – 7000 лет от сотворения мира по византийскому календарю. В этом году мир ждал конца света. Церковь начинает торговать индульгенциями. Во Флоренции перед ожидаемым концом света тоже не все гладко. Умирает Лоренцо Великолепный, глава Флорентийской республики, тот, которого назовут архитектором эпохи Возрождения. Умирает рано, в 43 года от подагры. Перед смертью он приглашает к себе настоятеля доминиканского монастыря Джиролама Савонаролу. Тот пытается убедить Лоренцо вернуть законным владельцам все несправедливо приобретенное имущество. Лоренцо, выслушав священника, отворачивается к стенке, а Савонаролло уходит, не дав умирающему отпущения грехов. И после этого происходит очень быстрый закат власти Медичи по линии Козима Первого Старшего, а Савонаролло становится полноправным лидером Флоренции. Он стал активно проповедовать. Служители религии отдаются всяким пиршествам, говорил Савонаролло. Отцы и матери дурно воспитывают детей, князья давят народы, разжигают страсти. Граждане и купцы думают только о наживе, женщины о пустяках. А конец света вот-вот нагрянет так, что королем Флоренции он провозглашает Христа, а люди стали почитать его как наместника Христа. Во Флоренции запылали костры тщеславия, книги, игральные карты, все летело в костер. Даже полотна мастеров сжигались вместе с неприличными картинками, ведь там были обнаженные женщины. Великий Сандро Боттичелли кинул в костер несколько своих шедевров. Дома зажиточных горожан врывались подростки и уносили добычу на площадь. Конечно, не все были готовы расставаться с греховными излишествами под воздействием неистового проповедника, с дорогой мебелью, ювелирными изделиями, духами, помадами. Румянами и париками, добротными костюмами и музыкальными инструментами. Тем более, что следом на кострах сгорели книги Цицерона, Горация и до кучи современных греховных писателей Петрарки и Бокаччо. Назревал бунт? Шесть лет. Да, шесть лет потребовалось, чтобы безумное почитание Саванаролы перешло к оголтелому гневу и ненависти. При огромном стечении народа он был повешен на площади Синьории, а потом сожжен здесь же. Сейчас, каждый год, 23 мая, это место посыпают лепестками роз. Табличку с надписью об этом событии вы найдете у фонтана Нептун на площади Синьории. Достоверно известно, что эта скульптура не понравилась флорентийцам. Они даже придумали поговорку «Аманати, аманати, куанти арми ащупати». То есть, аманати сколько же мрамора ты испортил. Микеланджело тоже не нравилась эта скульптура. Посмотрев на нее, он даже не смог поднять Нептуну руки. И вообще, всему фонтану сильно не везло. В начале 19 века у этого фонтана украли бронзовую скульптуру сатира. Ее до сих пор не нашли, но что интересно, говорят, что ее украли скоморохи. То есть, люди, которые переоделись скоморохами и в шумихе карнавала стырили целую скульптуру. Нравится вам или нет скульптура Нептуна, это уж вы сами для себя решите. Хотя вот уже на протяжении почти полутысячи лет она вызывает яростные споры и насмешки. Но это был первый и единственный общественный фонтан во Флоренции. Он был установлен по указу Козима I. Не путайте с Козима Старым, это совсем другой Козима, хоть и Медичи. Обратите внимание на сходство между лицом Нептуна и лицом Козима I. Одно лицо. Известный принц и пусть ненавидят, лишь бы боялись, это как раз про него. Конечно, он не был так любим публикой, как Лоренцо Великолепный. В плане общения не человек, а памятник самому себе с непроницаемой физиономией и отсутствием эмоций. Разве что немного монаршего гнева или монаршей снисходительности в зависимости от ситуации. Да, не человек, а глыба железобетонная. Козима I хотел жениться по расчету на титулованной особе. Например, такой, как Маргарита Австрийская, дочь императора Карла V. Но получил отказ и вместо обдавевшей экс-герцогини женился на Элеоноре Толецкой, одной из дочерей очень богатого вице-короля Неаполя. Женился также по расчету. Но здесь каменное сердце растопило любовь к Элеоноре. Причем любовь взаимная. И такое случается в титулованных семьях. Хотя в народе он и прослыл деспотом, но, женившись на Элеоноре Толецкой, он показал себя как верный и любящий муж. И пока была жива Элеонора, внебрачных детей у герцога не появлялась. Элеонора тоже пылала страстью к мужу. И если случались вынужденные расставания, то она плакала и рвала на себе волосы от тоски в ожидании от возлюбленного писем. По крайней мере, два письма в день. В браке родилось 11 детей. Но и жену, и почти всех детей, кроме двух, Козима пережил. А затем сложил полномочия в пользу сына Франческо. Он и приказал поставить памятник отцу, вокруг которого вот уже целую минуту мы крутимся. И не напрасно. Козима I настолько прочно восстановил власть Медичи, что они управляли Флоренцией еще 200 лет, до конца династии, до провозглашения королевства Италия. Золотой век флорентийского ренессанса закончился еще задолго до Козима I. Умерли Боттичелли, Леонардо, доживал свои последние дни в Риме престарелый Микеланджело, не желавший даже носа совать во Флоренцию. Микеланджело, которому при жизни посчастливилось получить полное признание и титул божественный. Ведь это он всегда отвечал на вопрос о том, как же он создает свои шедевры. Он говорил, что скульптура изготавливается очень просто. Нужно взять камень и отсечь от него все лишнее. Кроме того, он был еще поэтом и писал об этом в собственных стихах. Когда О'Донна истинный воятель фигуру сотворяет, от глыбы отсекает все лишнее резцом, чтобы вырвать мысль из каменных объятий. Однажды он, по природе человек очень скрытный, проговорился, сказав, что свои произведения создает для людей, которые будут жить через тысячу лет после него. Это сейчас никто не спутает работы Микеланджело. Но не так было раньше. Вздорный характером Микеланджело однажды услышал, что некие приезжие, восхищаясь статуей Пьета, ее автором называют Гоба из Милана. В эту же ночь раздосадованный воятель вернулся к своей работе с молотом и резцом и выбил на ремне, опоясывающем тело Богородицы, надпись на латыни «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». «Одинок, как палач», – скажет о нем однажды его великий соперник Рафаэль. И все-таки похоронен он во Флоренции. И нам пришлось на время бросить площадь Синьярии и галопом бежать в базилику Санта-Крочи, куда заранее были заказаны билеты. Входной билет стоит 8 евро. Микеланджело умер в Риме 18 февраля 1564 года. Перед смертью он продиктовал завещание со всей свойственной ему немногословностью. «Я отдаю душу Богу, тело земле, имущество родным». Спустя два дня тело Микеланджело было временно возложено в базилике Санте-Апостоли. Хотя Папа Пий VI собирался похоронить Микеланджело в Риме, в соборе святого Петра. Но, согласно желанию Микеланджело, которое он высказывал еще при жизни, он хотел быть похороненным в базилике Санта-Крочи, во Флоренции, где более чем 60 представителей рода Буонаротти нашли свой последний приют. Так что перед племянником усопшего, который приехал на похороны, возникла дилемма. Папа римский тело добровольно не отдаст, а из Флоренции грозит пальцем Козима I и требует, чтобы племянник доставил тело в столицу Тосканы. Пришлось тело Микеланджело украсть. После заупокойной мессы в Римской церкви святых апостолов, гроб с телом великого мастера был похищен и запрятан в тюк шерсти, который предназначался для отправки во Флоренцию. Так на гробнице появилась надпись. «Микеланджело Буонаротти из древнего рода Симони, скульптор, живописец, архитектор, всеобщей славой окружен». Далее благодарность племяннику Леонардо за доставленное тело. В последней строчке приводится точный возраст 89 лет, 11 месяцев, 15 дней. Кажется, стоит задержаться в базилике подольше. 16 капелл, и каждая из них – настоящее произведение искусства. Именно эта базилика известна тем, что была местом, где Стендаль в 1817 году страдал от симптомов головокружения, сердцебиения, спутанности сознания, того, что с этого момента стали называть как синдром Стендаля, или иначе – отравление красотой. Многие называют церковь Пантеон Флоренции, потому что внутри находятся могилы самых известных исторических личностей города. Полы церкви почти полностью покрыты могильными плитами. Они истерты временем и башмаками посетителей. Сейчас уже и непонятно, что здесь было изображено. На стенах гробницы, похороненных здесь и даже непохороненных, так называемые кинотафы, выдающихся деятелей, это когда гробница есть, а тело лежит совсем в другом городе. Так что Данте Алигьери – автора божественной комедии. Здесь нет, гробница пуста. Но у Микеланджело здесь хорошая компания. Его соседи Макеавейли, Рассини, в конце концов Галилео Галилей, который, кроме всего прочего, открыл нам горы на Луне, новые звезды, спутники Юпитера и пятна на Солнце. И все это в начале 17 века, когда только-только изобрели барометр. Тоже, кстати, в Италии. Как и у большинства церквей того времени, ее внутренняя крыша покрыта деревянным срубом вместо каменного свода. А откуда же здесь столько захоронений? Финансирование работы Ордена Святого Франциска полностью зависело от пожертвований города и его богатых семей. Они взяли на себя расходы по его украшению, а взамен получили право быть здесь похороненными. А что там на улице? На улице нас снова подкарауливал дождь, и пора было уже подкрепиться. Но это не повод заканчивать наше путешествие. Мы еще так много не посмотрели, да и в запасе еще целых 4 часа. Так что вам спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. А я пойду монтировать вторую часть путешествия по Флоренции. И думаю, мы скоро снова встретимся. Капилаччи, депотаты. Понял? А это рикотта и шпинат. Вообще красивые очень. Кишарики воздушные. Кишарики воздушные. Приятного аппетита. Продолжение следует...